Иисус Христос 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 христиане. Исповедую перед Богом Всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслю, словом, делом и несполнением долга. Моя вина, моя вина, моя величайшая вина, поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог, и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной. Аминь. Господь, ты пришел в этот мир и стал светом для нас. Крыльяла и gigs Крыльяла иそうですね Крыльяла и со Крыльяла и со Господь, ты исцеляешь наши раны И омываешь сердце наше Кириэлэйсо 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 Прославим Господа Бога за Его доброту и любовь Прославим Его за наших детей, за наши семьи, за наш приход этой песнью Слава Вишній Богу Кириэлэйсо 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! И Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение Деяний Святых Апостолов В те дни Петр, став посреди учеников, сказал, «Было же собрание человек около ста двадцати. Мужи и братья надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребие и служение сего. В книге же Псалмов написано, «Достоинство Его допримет другой». И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих, Иосифа, называемая Варсаву, который прозван Иустом, и Матфея. Они помолились и сказали, «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. Слово Божье! Благодарение Богу! Господь на небесах поставил свой престол, Господь на небесах поставил свой престол. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Господь на небесах поставил свой престол, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Ему. Как далеко восток от запада, так удалил от нас беззакония наши. Господь на небесах поставил свой престол, Господь на небесах поставил свой престол, и Царство Его всем обладает. Благослови, Господа, все ангелы Его, крепки силою исполняющие слово Его. Господь на небесах поставил свой престол, Чтение первого послания святого апостола Иоанна. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас, что мы пребываем в Нем, и Он в нас. Узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына, Спасителя миру, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий. В том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую умеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в Нем. Слово Божие. Благодарю. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Не оставляй вас сиротами, говорит Господь, Иду, и приду к вам, и возрадуется сердце ваше. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Господь с вами. Чтение Святого Евангелия от Иоанна. В то время Иисус возвел Отчаи Свои на небо и сказал, «Отче мой, сохрани их во имя Твое тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибель. Да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Но молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинною Твоею. Слово Твое – истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною. Слово Господне! Уважаемые ребята, родители, прихожане, сегодняшний праздник – это праздник радости. Радость тоже, я думаю, что это радость вдвойне или втройне, потому что многие из этих ребят, которые сегодня примут Первое Святое Причастие, здесь, в нашем храме, приняли таинство крещения, были крещены здесь, и сегодня они приступают, чтобы принять первый раз в своей жизни святую Евхаристию Господа Иисуса. И сегодняшний праздник тоже праздник благодарения Богу за их жизнь, тоже за вас, родители и крестные, что тоже вы в день крещения говорили, что будете своих детей по-христиански воспитать, что позаботитесь, чтобы они тоже пришли в храм на воскресную школу, чтобы тоже приготовились к этому большому празднику, к сегодняшнему празднику. Потому что тоже благодарность вам, родители крестные, за то, что вы есть, за то, что вы тоже очень ответственно и мудро исполняете тоже свои обязанности. В сегодняшний день, я думал проповедь делить на две части, сказать что-то для детей, что-то для взрослых, но, думаю, не буду делить на две части, скажу для нас всех просто простым языком, рассказать истины, которые очень важны и для нашей жизни. Начну с такой притчи, с древней легенди, которая рассказывает о том, что однажды Бог, видя страдания человека, такой непокой человека, желает послать ангела в мир, чтобы ангел принес людям ключ счастья. И когда уже Бог собирается послать этого ангела, вручает ему ключ, и завтра есть торжественная церемония, чтобы этот ключ счастья вручить, то приходит злой ангел и украл этот ключ. И когда злой ангел украл этот ключ, то он подумал так, ну где бы спрятать этот ключ счастья, чтобы никто его никогда не нашел. И он так подумал, что может он закопает где-то глубоко-глубоко в земле. Потом думает, ну нет, все равно люди же найдут. Но может куда-нибудь на самую-самую великую вершину какой-то горы он взнесет ее и там спрячет. Он говорит, люди тоже ходят по горам, могут тоже там найти. Потом думает, может в каком-нибудь океане, в самом глубоком месте он ее, этот ключ укроет, чтобы никто не нашел. Но и так думал, думал, где его скрыть, и потом у него пришла гениальная идея. И он так подумал при себе, я знаю, где я спрячу этот ключ, где никто никогда его не найдет. Я его спрячу в сердце человека. И вот говорится, что в этой притче, что ключ счастья, он укрыт в сердце каждого человека. И каждому человеку, если спросить, что ты больше всего желаешь в жизни, чего бы ты просил у Бога, то каждый, наверное, скажет, что я бы желал быть счастливым. А что человеку нужно делать, чтобы быть счастливым? Где человек может найти счастье? Когда читаем Святое Писание, мы видим, что указаны есть многие такие три важных элемента для того, чтобы человек был бы счастлив. Во-первых, что человек, чтобы мог быть счастлив, он должен сотрудничать с благодатью Божией. Человек должен преображаться. Чтобы пойти к источнику воды, нужно идти против течения. Это всегда трудно. Чтобы войти на высокую гору, нужно войти в эту гору. Это тоже очень трудно. И также мы должны всегда осознать, что нету легкого счастья. То, что иногда в рекламах говорят, что купи какую-то вещь, и ты будешь счастлив, это обман. Потому что ты покупаешь эту вещь, но эта вещь тебе этого счастья не дает. И вот чтобы человек мог бы идти путем счастья, во-первых, человек должен сотрудничать с Богом и тоже развиваться. Не идет речь здесь о том, чтобы вы, ребята, все время там учились, знали очень много языков, не знаю, участвовали в олимпиадах, занимали первые места. Здесь не идет речь о только таком развитии нашего интеллекта, но идет о развитии человека, чтобы мы становились лучше, чтобы благодаря благодати Божией мы развивали в себе добродетели. И это всегда будет тоже связано с трудом, с борьбой, потому что человек должен постоянно бороться с самим собою. И вот это первое, о чем мы не должны забыть, что жизнь человека, она связана с борьбой. И чтобы что-то достичь, нужно идти на гору. Это приложить очень много труда и усердия. И чтобы человек бы становился лучше, как человек, милосердным, готовым помогать другим людям, любить, быть вежливым, быть тоже гостеприимным, что человек должен постоянно преображаться. И здесь нужна человеку тоже помощь в благодати Божией. Потому что свобода, которую Господь Бог дает человеку. Что это такое свобода? Свобода то, что перед человеком есть выбор между добром и злом. И что человек не избирает зло, но избирает добро. Отрекается от зла, а избирает добро. Вот это и есть свобода человека. Что человек свободен, что он может избрать добро. И вы, как дети Божии, призваны к тому, чтобы тоже избирать в своей жизни то, что доброе. То, что служит благу Бога, другого человека и самого себя. Потому что это первое, на что хотелось бы обратить наше внимание, чтобы действительно мы всегда помнили, что в нас есть это разбитие внутри, что с одной стороны мы хотим добро, но мы делаем зло. Но человек благодаря Богу может побеждать зло добром и избирать добро. Потом человеку очень важны отношения. Источник счастья — это отношения. Потому что мы люди, которые созданы по образу и подобию Бога. А Бог есть троица. Бог есть община и любовь. И человек создан по такому образу, что человек без отношений жить не может. Что ему очень важно создавать отношения с другим человеком. Сегодня в Европе, особенно на Западе, развивается индивидуализм. Что человек думает, что если он будет сам, он будет счастлив. Но Святое Писание тоже все время показывает, что чтобы человек развивался, ему необходимы отношения с другим человеком. И потому тоже Бог создает мужчину и женщину, чтобы они могли создать семью. Чтобы они могли творить супружество, потом семью. И тоже создавать отношения. И в отношениях очень важны всегда хирархии отношений. Что первое, что в семье, о чем тоже всегда на крещении тоже говорю, что очень важно заботиться, чтобы были бы хорошие отношения между мужем и женою. Чтобы укрепилось их единство, чтобы они были двое, одно целое. Потом их отношения с детьми и потом только отношения со всеми другими. Но изначально это самое важное. И тогда в отношениях, когда человек тоже приходит домой или есть в окружении людей, где тебя любят и где ты любишь, человек чувствуется счастливым. Потому что эти отношения, они дают человеку чувство счастья, чувство радости, благодарности. И третье, человеку нужно заботиться о отношениях с Богом. Не все люди понимают, что человек до конца счастлив не может быть без отношений с Богом. И потому тоже сегодня этот день очень важный в вашей жизни. Потому что вы входите на такой, можно сказать, новый уровень отношений с Богом. Что вы с сегодняшнего дня можете каждый день, каждое воскресенье приходить к святому причастию. Не будете уже ложить правую руку на плечо, чтобы священник уделил вам благословение. Но тоже, как уже и ваши родители, и взрослые люди, вы сможете осознанно, с верою принимать Христа. И тоже сегодня, принимая Христа в Евхаристии, хочу, чтобы вы Господу сказали три слова. Первое слово, которое в причастии или после причастия, скажите Иисусу спасибо. Спасибо, что ты меня любишь, за то, что ты приходишь ко мне, что ты гость в моем сердце. Второе слово, которое важно сказать, это слово верую. Что, Господи, я верую, что ты есть среди нас, что ты есть во мне. И третье слово, которое нужно сказать, это я тебя люблю. Чтобы тоже, принимая святое причастие, мы бы Иисусу сказали, я тебя люблю. Три слова. Спасибо, верую, люблю. И принимая тогда Иисуса, вы становитесь как дарохранительница или как монстранция. Перед Святой Мессой были выставлены святые дары в монстранции. И вот человек, когда принимает Иисуса, он становится живой монстранцией. И вы, Иисуса, сегодня можете отнести домой. Завтра сможете отнести его в школу. Повсюду, куда вы пойдете, вы можете нести Иисуса. И потому что человек, христианин, он есть видимым знаком невидимого Бога. И к этому тоже мы призваны, как христиане, чтобы быть этим видимым знаком невидимого Бога. Нести доброту Божию, Божию любовь другим людям. Нести Иисуса в этот мир. Помню такое свидетельство, когда ты читал одной женщины, которая, не помню страну, в которой, но там были миссионеры, или это где-то в Азии было. В Азии миссионеры вели христианскую школу. И приходит одна язычница к священнику и просит, обращаясь с такой просьбой. Я желаю, чтобы вы моего ребенка приняли в эту школу и чтобы его приготовили к крещению, чтобы он мог стать христианином. Ну и священник спрашивает ее, а почему вы хотите? Почему вы хотите своего ребенка, чтобы он прошел христианскую школу и приготовился на крещение, чтобы быть христианином? Она говорит, потому что я смотрю на ваших христианских детей и я вижу, что они совсем другие, что они не дерутся, они культуральные, они умеют друг другу помогать, видно, что они поддерживают друг друга. Я хочу, чтобы мой ребенок тоже был бы таким. Ну и тогда миссионер говорит, ну знаете, не всегда, знаете, как с детьми, не всегда дети, конечно, помогают друг другу, не всегда добрые есть друг другу, но они стараются и, говорит, особенно те дети, которые очень часто принимают святое причастие, им действительно это получается. Быть другими, быть лучше. И этого тоже вам желаю, чтобы тоже с сегодняшнего дня вы создали дружеские отношения, очень личные отношения с Иисусом. И знаете, как с другом. Друг есть тот, с которым, пребывая вместе, ты становишься лучше. И пребывая вместе с Иисусом, вы тоже увидите, что вы преобразитесь, что вы станете лучше. И этого вам тоже всем сердца желаю. Аминь. От имени Церкви я спрашиваю вас, отрекается ли вы от греха, чтобы жить в свободе детей Божих? Отрекается ли от всех искушений, чтобы грех вами не овладел? Отрекается ли от сатаны источника всех грехов? Отрекается ли от сатаны, И теперь говорим словами, верую. Веруете ли в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли? Веруете ли в Иисуса Христа, Единородного Сына Божьего, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, родившегося от Девы Марии, страдавшего и погребенного, который воскрес из мертвых и сидит одесную Отца? Веруете ли в Духа Святого, в Святую Вселенскую Апостольскую Церковь, святых общения, оставления грехов, воскрешения плоти и жизнь вечную? Такова наша вера, такова вера Церкви, исповеданная нами в Иисусе Христе, Господе нашим. Аминь. Помолимся о нашей Церкви, дабы, укрепленная дарами Духа Святого, она верно исповедовала Христа и несла людям Его благую весть. Помолимся о нашем архипастыре и обо всех епископах, дабы исполненные Духа Святого они были солью земли и светом миру. Помолимся обо всех народах земли, дабы отказавшись от угроз и ненависти они сотрудничали между собой ради блага человека. Молим Тебя, услышь нас, Господи! Помолимся о пребывающих поисках истины, пути и сил для благочестивой жизни, дабы, благодаря Духу и доброй мудрости они нашли Христа. Молим Тебя, услышь нас, Господи! Помолимся о наших детях, принимающих сегодня первое причастие. Первое святое причастие. Господи, сохрани их в верности Твоей Святой Церкви. Нам же, родителям, пошли своего Духа мудрости, дабы могли воспитывать их в истинной христианской вере. Молим, молим Тебя, услышь нас, Господи! Помолимся о наших родителях, дабы они всегда оставались верными Богу, помогая и нам возрастать в вере, надежде и любви. Молим Тебя, услышь нас, Господи! Помолимся о наших учителях, дабы укрепленных в таинствах дарами Духа Святого, они самоотверженно передавали новым поколениям радостную весть о спасении. Молим Тебя, услышь нас, Господи! Помолимся о душах в чистилище, дабы нашими молитвами они обрели благодать у Бога и могли созерцать Тебя в Царстве Небесном. Помолимся за наших близких умерших, с наших семей, с нашего прихода, за святой памяти Станислава, Марию, Федора, Стефанию, Ванду, Валентину, Веронику, Милану, прося, чтобы Господь Бог вознаградил их веру и доброту, жизнью вечной в Его Царстве. Теперь в молчании выскажем Господу Богу наши молитвы и просьбы. Молим Тебя, услышь нас, Господи! Господи, Отче наш, услышь все наши молитвы, которые сегодня возносим к Тебе, и не спошли нам дар Твоего, Святого Духа, чтобы мы могли исполнить Твою волю. Мы молим Тебя через Христа, Господа нашего. Аминь. Молитвой верных закончилась Литургия Слова. Процессия с дарами вводит нас в Евхаристическую Литургию. Принимающие сегодня первое причастие дети несут дары к алтарю в знак нашей любви к Иисусу Христу. Первая пара Изабелла и Ангелина несут свечи. Вторая пара Валерия и Олеся несут цветы, символ чистоты и ликования сердца. Господи Иисусе, помоги украсить наши сердца цветами хороших дел, слов и мыслей. Ведь наше сердце это Твой храм. Адриан и Антон несут крендель. Марис и Даниэль фрукты, плоды человеческого труда и Божьего благословения. Господи, приносим Тебе все наши старания в учебе и работе, в молитве и служении. Благослови все наши усилия. Артур несет вино и воду, символ радости и полноты жизни, которую может дать только Христос, наша Пасха, ведущий нас к обетованной земле, где Он царствует вместе с Отцом и Святым Духом. Милам несет Цибори, Вика Патенус Хости евхаристическим хлебом. Священник возьмет в свои руки Хостию и повторит слова, которые Иисус сказал во время Тайной Вечери. Этот хлебушек превратится в истинное тело Иисуса Христа, а вино станет кровью Иисуса. Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примит Господь эту жертву из рук Твоих во хвалу и славу имени Своего ради блага нашего и всей Церкви Своей Святой. Прими, Господи, наши молитвы и жертвоприношения, и да поможет нам это благочестивое служение достичь небесной славы через Христа Господа Господа Нашего. Аминь. Господь с вами. Вознесем сердца. Возблагодарим Господа Бога нашего. Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда исповедовать Тебя, но особенно восхвалять Тебя в это время, когда заклан на нас Христос Пасха наша. Он ведет вечную жизнь сынов света и ворота Царства Небесного открывает верным. Ибо смерть наша искуплена Его смертью, и в Его воскресении жизнь всех воскресла. Поэтому, когда мир наполняется пасхальной радостью, ликует вся земля, и небесные силы, и ангельские воинства песен славы Твоей воспевают, непрестанно взывая. Санктус, 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 С Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы называем себя детьми божьими И воистину ними являемся Потому дерзаем взывать Отче наш, сущий на небесах Да святится имя Твое Да придет Царствие Твое Да, будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наших. И не веди нас в свои искушения, но избав нас от славы. Избав нас, Господи, от всякого зла, даруй милостиво мир во дни наши, чтобы силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Господи Иисусе Христе, в день Своего Воскресения Ты приветствовал учеников Своих словами. Мир Вам! Невзирай на грехи наши, но на веру Церкви Твоей. И по воле Твоей благоволи умереть и объединить ее. Ты живущий и царствующий на веки веков. Аминь. Мир Господа нашего добудется всеми Вами. Приветствуйте друг друга с миром и любовью. Мир Господа нашего Иисуса Христа. Мир Господа нашего Иисуса Христа. ГОЛОСТ該, Своего ГОЛОССИИ Excuse me. ГОЛОСТ kasih. Иисус sundарèм... Дорогий славец. Вот агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженный званный на вечеру агнца. Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя. Тело Христово сохранит нас до жизни вечной. Молю Тебя, Отче, да будут они едино, как мы едино. Аллилуйя! Хвалите, хвалите, Бога небес. Хвалите, хвалите, Бога небес. Хвалите, хвалите, Бога небес. Хвалите все, в том дыхание есть. Хвалите, хвалите, Бога небес. Хвалите, хвалите, Бога небес. Хвалите все, в том дыхание есть. Хвалите, Бога небес. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала, Аллилуйя, 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 Богу хвала, Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»